мы в нью-йорке опять вернулись на манхэттен вот такая вот случайно попалась пешеходная улица кратко расскажу чем закончился вчерашний день на парковке около волмарта я похоже ну либо на кассе либо на парковке я потерял кошелек об этом я узнал уже на мосту вашингтон-бридж въезжая в нью-йорк переезжая в зон на манхэттен ты платишь за такое дом 42 доллара 42 доллара в общем я их заплатил приехал с горем пополам припарковался рядом с нашей гостиницей мы переночевали сейчас мы вернулись обратно с попуткой на манхэттен еще погуляем по манхэттену чуть-чуть день солнечный и к вечеру будем съезжать еще по пути у нас два дела остаются нам надо будет купить детское кресло я уже нашел на крейс лист за 20 долларов в ушное детское кресло нам сейчас все равно какое главное чтобы она была вот а новая в волмарте стоит где-то 100 долларов самое дешевое и и еще забрать посылку срок авто вторая часть отправки там тормозной диск для аэростара и в принципе все и мы сможем стартовать на майами сейчас еще чуть-чуть видов и будем гулять сегодня планируем посетить библиотеку и центральный парк какие-то цены долларов можно купить что-то в шапочке нью-йорк шапки 2 за 15 долларов а кепки поддельные кепки неподдельные кепки подделка подошло классная девушка торгует вот едой красотка мак едет грузовички просто посреди бетонных джунглей перекрывается улица делается пешеходной и идет бойкая торговля едой о так это кубинская еда бабы джерк центру джамайка это джамайка ямайская еда все есть пожалуйста и вообще про нью-йорк два факта которые я заметил первый факт что здесь реально нету американцев то есть я получал машину там сидит немец на ресепшене выдает его поэкториканка короче прямо оригинал американ лэнгвич то есть все время все время все разговаривают с каким-то акцентом и второе еще такая моя субъективная оценка я не знаю у каждого свое мнение вот мое мнение сложилось что вот этот манхэттен остров манхэттен который знаменит всем вот этим вот как это вот этой обильностью ценой на все дорогие жилые места дорогие машины все дорого и как то все быстро все манхэттен своей по своей сути это же результат нерегулируемого государством развития цивилизации рыночного то есть у нас в нашей стране история развивалась как бы плановым методом и соответственно были там какие-то организации подрядные организации которые строили определенные объекты и архитектура соответственно была определенная а здесь всем руководили деньги люди строили к примеру эти здания в поисках максимальной выгоды ну конечно они должны были соответствовать требованиям визуальным да чтобы люди могли в них жить чтобы были готовы платить за квартиры в них или офисы большие бабки ну вот к примеру вот эта вот банина из кирпича ну по любому она была построена очень давно да вот вот у нас кстати автодом вот такого размера как этот форт просто капец вот и в отсутствие как бы государственного регулирования вот такие дома выстраивались которые действительно выглядят для русского взгляда странновато потому что они реально стоят один за другим вон пожарка едет пожарка всех по автобусной полосе распугала пошла дальше и соответственно ну очень интересная другая история государства другая история цивилизации и действительно ну для меня эта поездка уже как бы состоялась в качестве открытия чего-то нового для меня это необычно я вижу другую концепцию развития вот ну а сейчас пойдемте дальше погуляем по Манхэттену это наш заключительный день Лексингтон авеню проходит вон там крысятина какая стоит крыса мне конечно привлекает вот это здание вау какие-то какие-то барельефы из кирпича на нем это башня прям настоящая на нее сумма лимонная змея змея как идем идем эскалейд пожалуйста F-150 BMW X5 что-то не попали мы ну в общем в общем да такая красота так это мышь надувная я понял что это такое у этих чуваков эта мышь надувается куда бы они не приезжали и она рекламирует дератизацию хи 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 они приехали дали газу и надули эту штуку пожалуйста приходите ага тут написано стыдно тебе должно быть Мэтью Шимент президент Шименти Констракшн короче он что-то накосячил и его пристыдили сейчас судя по всему он накосячил так что связано со строительством да так я его прямо снимал смотрите какая красота сейчас еще поближе подошли я его уже два раза зумил потому что оно реально очень интересно какие-то штуки часы пожалуйста вот того чувака я уже снимал а наверх оно идет 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 и не кончается класс а а а а а а а тем временем пришли к Рокпеллер центру центр Рокпеллера смотрим смотрим класса Рокпеллера вау куда-то туда уходят за деревья еще одна вау пониже а тут у нас что коток Рокпеллер кафе Рокцентр кафе какой-то золотой мальчик летит скорее всего я даже не знаю из чего он сделан боюсь предположить люди толпятся толпятся люди статуи все такое угу сейчас пройдемся тут это шанс крест, крест. или что к и вау вау кот benevol Вот тут тоже масштабчики. Брайан Парк, впереди центральная библиотека. Деревья красивые, солнце просвечивает деревья. Нравится так, что уж язык высунулся. Красиво. У среди каменных джунглей кусок зеленого горизонта. Вау! Вот это классно. Рейнг. 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 Грейс. Здание Грейс. Станция метро, слышно, как паровозы подходят. Сабвэй. В общем, как это всегда бывает, мы пришли в самое интересное для Елы место, в детскую библиотеку. В детской отделение центральной библиотеки Нью-Йорка. Именно в момент, когда наша дочка уснула. Похоже, она просыпается. Или она просыпается. Вот библиотека. И тут даже есть самый настоящий, самый первый источник. Винни-Пух. Это тот, про который написана исходная сказка про Винни-Пуха. Пух Трэпс. Здесь карта. Карта. Нарисованная. И ватни-Пух еще. Кушет. Мальчик смотрит. Какая библиотека. Еще мне понравился проход между книгами. Книги? Книги. Дверь. Дети играют. Куча детских книг. Улыбается девочка во сне. А вот так выглядит взрослый зал библиотеки. Называется «Поддержите нас». «Поддержите нас». Библиотека. Ну вот, наконец-то я увидел библиотеку и ее стену. и ее настраиваем. И снова нужно на телезон jewels. Субтитры сделал DimaTorzok